Солкновение турецких и сирийских военных. Анкара объявила об уничтожении двух танков, зенитной установки и склада боеприпасов. По последним данным, всего в ходе столкновения погибли около 200 человек. Владимир Путин и Раджи Пердаган готовятся обсудить ситуацию в Идлибе. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, контакты запланированы на сегодня. Число погибших при обменах ударами между сирийскими и турецкими военными достигло почти 200 человек. О перспективах эскалации Андрей Ромашков. Наступление сил Дамаска на последний анклав вооруженной оппозиции в Сирии привело к гибели дюжины турецких солдат и масштабным ответным действиям Турции. По оценкам Анкары, число жертв среди сирийских военных превысило 150 человек, сообщается об уничтоженных танках и вертолете. Во вторник в соцсетях появилось фото и видео крушения сирийского вертолета, подбитого ракетой со стороны боевиков. В Кремле ситуации в Идлибе пока еще просто обеспокоены. Однако во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал чуть более подробные комментарии, чем днем ранее. В настоящий момент наиболее важным мы считаем выполнение все-таки сочинских договоренностей. Это было и остается очень важным. Ну и, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и против российских военных объектов. Мы считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми. Мы не даем никаких оценок, мы констатируем текст подписанного документа. Здесь нет места для каких-то оценок и здесь нет допусков для трактовок. Москва настаивает, что наступление на Идлиб не противоречит так называемым «сочинским соглашениям» о создании в регионе дебилитаризованной зоны, заключенным осенью 2018 года. Проблема в том, что точный текст договоренностей никогда официально не публиковался. Изначально Россия и Турция пришли к некоторому пониманию, которое Москва должна была согласовать с Дамаском. Документ планировалось представить на совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана, но она в итоге не состоялась. Скан некого документа позднее опубликовала газета «The National», базирующаяся в Арабских Эмиратах. Согласно списку условий, Москва и Анкара договорились предпринять все необходимые меры для сохранения статуса КВО в Идлибе, проводить совместное патрулирование в демилитаризованной зоне и вывести оттуда все тяжелые вооружения и радикальные террористические группы. Проблема в том, что террористы бывают разные. Например, крупнейший альянс вооруженных группировок в Идлибе называется «Хаят-Тахрир-Аш-Шам». Его объявили террористическим Турция и США, но не Россия. Москва признала террористическим ключевого участника альянса «Джеиш-Аль-Фатх», бывшую Ан-Нусру. Но с вертолета не всегда видно, где террористы, а где вооруженная оппозиция. И дает ли это право начинать наступление на Идлиб? По мнению Анкары, нет. Продолжает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. Оставшийся единственно неподконтрольный сирийскому правительству Анклав, где господствуют террористы из «Хаят-Тахрир-Аш-Шам». Конечно, эта ситуация не может длиться вечно, и ни одна страна бы не потерпела на своей территории неподчиняющегося региона. Но у Турции совершенно другая позиция, поскольку они говорят о том, что любое наступление на Идлиб и захват его будет обеспечить новую волну беженцев в Турции, опять категорически. С точки зрения ситуации на поле боя, силы до приподдержки России уже достигли выдли без значительных успехов. Во вторник стало известно о полном переходе ключевого шоссе Алеппо-Дамаск под контроль сирийской армии. Передовые отряды правительственных сил находятся в 10 километрах от города Идлиб, который можно назвать последним крупным опорным пунктом оппозиции. Интерес к эскалации на международной арене тоже невысокий. США почти полностью вышли из Сирии еще в прошлом году и теперь увлечены выборами. Европа тоже ограничивается выражением обеспокоенности. Переход Идлиба под контроль Дамаска можно назвать вопросом времени. Единственным нюансом может стать размер буферной зоны, которую Турция захочет установить на этом отрезке турецко-сирийской границы.